Приходя в святое святых в любой церковной динаминации, и каждый раз, приходя на собрание, мы видим красивую сцену, прекрасный свет. У нас такие замечательные ребята в медиа сидят. Мы видим замечательные музыкальные инструменты. Мы видим прекрасное, у нас замечательное просто грубое прославление. Мы видим, как они здесь в последних приготовлениях суетятся, чтобы все прошло хорошо. Начинаются служения, начинаются песни, гимны, поклонения, хвала. И знаете, вопрос, что мы чувствуем, что вы чувствуете, что вы думаете, когда вы слышите об этом, какие мысли у вас возникают при слове поклонения. Я хоть и вырос в верующей семье, но все равно считаю, что моя христианская жизнь довольно относительно незначительная. Я, наверное, во Христе меньше, чем... вернее, я живу меньше, чем кто-то из вас во Христе. Поэтому я заметил вот такую вещь, что, знаете, чем больше я размышляю именно о поклонении, тем больше ревности возникает внутри меня. Потому что то, что я... Я был во многих церквях, ну, относительно, может кто-то больше, вот, разные динаминации, разные конфессии, и вот та вещь, которая поднимает во мне ревность, это то, что... И существует такая проблема, что поклонением пренебрегают. Его выставляют как время, знаете, чтобы люди успели дойти в общину перед словом, чтобы, знаете, люди там... Ну, могли там чуть-чуть опоздать. То есть это как такое время, если можно так грубо звучит, затычка такая, чтобы как бы для людей было удобно, там кто-то опоздает, кто-то доедет, знаете. Отношение самих людей к поклонению можно и пропустить, можно подойти попозже, можно посидеть, пообщаться. Я сейчас не говорю о нашей общине, конечно, я говорю как бы о общей проблеме, то есть, которую я заметил, то, что поклонение перестает восприниматься серьезно, как того подобает Писание. И тут дело даже, знаете, не столько в церковном поклонении, как в служении, как в личном, повседневном образе жизни поклонника, о котором говорится в Писании. «Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Знаете, поклонение — это таинство, таинство Бога и человека. Поклонение также было первым служением, которое Бог поручил ангелам. Это Евреям 1,6. И поклонению отводится действительно очень много мест в Писании. Если я сейчас начну, знаете, все перечислять, то как бы надолго, я всего лишь несколько зачитаю. Псалтыр 49,23. «Кто приносит жертву хвалу, то чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божье». Псалтыр 68,31,32. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами». То есть, самопевец даже здесь указывает, что славя Бога для него это угоднее, чем даже жертва. И Ефесянам 5,19. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пояй воспевая в сердцах ваших Господу». И знаете, вот то, о чем я хочу сегодня сказать, что поклонник – это не тот, кто стоит на сцене с микрофоном. Поклонник – это не промоузыкальные инструменты. Поклонник – это каждый из нас. Так задумал Бог. Цель поклонения – общение и рост во взаимоотношениях с Богом. Это время, когда Он находит нас. В Писании написано, что Бог ищет поклонников. Иоанна 4,23-24. «Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». Знаете, и Бог, Он не остановился в этих поисках поклонника. Бог, Он продолжает искать тех, кто готов с чистым сердцем в духе поклониться Ему. Поклонение – это то место, где наш дух может иметь соединение с Духом Бога, чтобы прославить Его, чтобы прославить нашего Царя и чтобы принести изменения в нашу с вами жизнь. Честно скажу, я не знаю, как это работает. Это таинство. Таинство, при котором Господь приходит, и Он проводит свою работу. Единственное, что я могу сказать от себя, когда я прихожу к Богу и открываю Ему свое сердце в поклонении, я никогда не уходил прежним с того места, где было поклонение. Знаете, Морис Смит однажды сказал, истинное поклонение не поддается никакому определению, его можно испытать только самому. В Псалме 21.4 также написано, что Бог живет среди словословия. Бог говорит, ищите и найдете, стучите и отворят вам. То есть, когда мы прорываемся своим поклонением через нашу боль, когда мы прорываемся поклонением через наши трудности и проблемы, мы прорываемся своим духом к духу Бога. Мы проходим, знаете, вот образ сквозь внешний двор наших проблем, наших мыслей, переживаний. Мы проходим внутренний двор наших эмоций, нашей боли, и тогда мы попадаем в святое святых. Святое святых, который своей кровью для нас даровал Яшуа, для того, чтобы мы могли иметь близость с Ним. И знаете, как образ поклонника мне сразу, как бы всегда на ум приходит Давид. И знаете, вот где Давид стал поклонником? Давид стал поклонником там, где его никто не видел. Давид стал поклонником, где ни один глаз его не видел и ни одно ухо его не слышало. Когда он пас овец? Там Давид пишет свои псалмы, там Давид как бы возносит свою хвалу Богу. Давид, поклонник Давид, он рождается там, где он выбирает быть с Богом. Псалтир 53, 8. «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое Господи, ибо оно благо». То есть, знаете, вот мне нравится в этом месте Писания о том, что «я усердно принесу тебе хвалу». То есть это не просто прийти и спеть песню, это не просто прийти и сыграть на музыкальном инструменте. Это усилие, это прорыв к Богу, это приложить наши усилия для того, чтобы, знаете, вот как написано в Писании, «приди, затвори дверь свою и как бы будь с Богом». То есть это не только о физической двери, это также о наших мыслях, это также о наших эмоциях, что мы должны отградить себя от нашей земной жизни, от наших земных проблем. То есть чтобы мы пришли к Богу, знаете, ногой натурой, то есть такие, какие мы есть, то есть настоящие. То есть когда мы приходим к Богу, знаете, попросить просто вот это, вот это, вот это и уходим. То есть Бог, Он не волшебная палочка. Мы созданы для того, чтобы иметь с Ним общение. То есть наша первая функция – это построить взаимоотношения с Богом и поклонение, и хвала Богу – это как бы основной ключ к тому, чтобы пробиться к Богу. И когда мы отделяем себя вот от этих мыслей, от этих вещей, знаете, вот как Давид, он действительно уникальный. Он просто, знаете, как идеал поклонника, то есть то, на кого можно равняться, то есть то, на кого нужно смотреть. То есть, знаете, и как бы вот на фоне Давида я хотел бы, знаете, такие риторические вопросы, подумать и самому себе. То есть что мы делаем, когда мы одни? Что мы делаем, когда у нас есть свободное время? Что мы делаем на работе? Давид ведь он мог сидеть в тенечке под деревом, отдыхать, думать о том, как ему построить успешный успех, там, может развить какой-нибудь овечный бизнес, там, продажа овечьей шерсти. То есть он мог размышлять над многими вещами. И, знаете, вот я хотел бы привести еще цитату Дарлина Чека «Песня чистого сердца, которая жаждет больше Божьего и меньше своего. Вот та музыка, которая владеет ключом к многим победам и доставляет удовольствие сердцу нашего царя». И знаете, вот это то, что знал Давид, это то, во что верил Давид, это то, чего не отступался. Давид выбирает Бога, Давид выбирает упражняться с пращей, потому что также в Писании написано «все, что не делаете, делаете, как для Господа». И в Писании мы видим, что Давид, он был верен, он сражался за каждую овечку, но перед этим он упражнялся с пращей, чтобы иметь возможность защитить эту овечку. То есть Давид, он всецело доверяет Богу, и он знает, что с Богом он может пройти через все, потому что у него есть вот этот фундамент, фундамент выбора поклонения, фундамент выбора Бога в любых обстоятельствах. И знаете, потом мы видим, что в жизни Давида наступают стесненные обстоятельства, то есть посте вещь оказалась как бы не самым худшим, что могло быть в жизни. То есть наступает момент, когда смерть идет за ним буквально по пятам. И что мы видим? Давид славит Бога, Давид плачет Богу, Давид изливает свое сердце и душу. И молитва Давида – это его разговор с Богом, молитва Давида – это его крик к Богу. И мне очень нравится, знаете, когда я вникаю в его молитвы, это действительно разговор с Богом, потому что сначала он просит того, чего он бы хотел. Он просит о том, чтобы враги его были поражены. Он просит у Господа того, чего хочет его духовная натура. Но потом в конце мы все равно видим то, что Давид, он смиряет себя. Давид, он умоляет себя, чтобы была воля Бога, потому что потом он говорит, что на все будет твоя воля. Поклонник – это как раз таки тот, кто умоляет и смиряет себя. Давид, он был сломлен. В этих обстоятельствах. Но он также был смиренным, он был сокрушен своим сердцем для того, чтобы Господь мог провести в нем ту работу, результат, который мы потом видим. Знаете, я очень в контексте Давида очень рекомендую книгу «История трех царей», которая рассказывает о Сауле, Давиде и Авесоломе. И там очень здорово, знаете, описывается сердце Давида, его переживание, работа, которую Бог выполнял с ним. И Давид, он просто всецело доверяет и отдает все в руки Бога. Он прославляет его и остается смиренным перед ним. Бог, он ищет поклонников, и он находит поклонника Давида. И мы видим в Писании, что результатом является то, что Господь называет его мужем по сердцу своему. Знаете, храмовая завеса, она разорвана. Место Божьего присутствия, оно открыто. Место самого сильного присутствия открыто для каждого из нас. Мне больше не нужно быть из правильного колена, из определенного рода, приходить в определенное место для того, чтобы прославить Бога. Ишуа своей жертвой, он открывает это место для нас, и каждому становится даровано, место в Святое Святых. Знаете, я тоже это большая благодать, что я могу, знаете, со своими родителями пообщаться, то есть они тоже дают мне какие-то наставления, когда я проповедую. И папа мне вчера рассказал очень интересное откровение, оно очень откликнулось мне в сердце, вот касательно разорванной храмовой завесы. Я всегда думал, знаете, что, ну я думаю, что это тоже отчасти правильно, то, что Святое Святых теперь вот в моем сердце. Но интересно, что сказал мне папа, это то, что храмовая завеса была разорвана для того, чтобы Святое Святых вышло наружу, чтобы в любом месте, где бы мы ни собрались, где бы мы ни начали прославлять Бога, там было Святое Святых. Да, мы безусловно носим его внутри нас в своем сердце, но это очень круто осознавать, что в любом месте, куда бы мы ни пришли и где бы мы ни прославили Бога, на том месте будет Святое Святых. Что для вас, Святое Святых? Что для вас, вот эта близость с Богом? Поклонение – это интимное место, где только я и Бог. Никто не стоит между нами в это время. Момент, когда Он находит меня таким, какой я есть, сломленный, разбитый, уставший от жизненных вызовов. Момент, когда Он прикасается ко мне. Разве что-то вообще может в этом мире сравниться с этим моментом прикосновения Бога к тебе. Это момент, когда Он посещает тебя. Момент, когда песня становится молитвой. И это, знаете, это не заученного текста песни, которую мы выбираем там, которая играет у нас в плейлисте. Это вот состояние сердца из самой глубины, восхищение им, благодарность Ему. Момент, когда даже молчание становится молитвой, когда все вокруг перестает существовать, потому что Он посетил меня. Знаете, все будто теряет смысл и значение. Мой отец пришел ко мне. Он утешил меня. Он обнял и говорит со мною. И, знаете, это великое таинство, что тот, кто создал всю вселенную, тот, кто своим дыханием держит всю вселенную, Он называет меня по имени. И, знаете, для меня это такая глубина, что просто, знаете, мы своим мозгом, мы не можем осознать этот масштаб, но Он своим дыханием держит всю вселенную. Он создал каждый атом, и Он знает нас с вами по имени. Для меня это, я не знаю, меня честно, меня это так сильно поражает, что великий Бог проявляет такую милость и такую любовь к грешной натуре, к грешному человеку, как я. И Он приходит на мое поклонение, не идеальное. Может, я в ноты не попадаю, может, хлопывание в попад. Но Он приходит на это поклонение. Знаете, когда Он приходит, Он говорит ангелам, подождите, мои дети славят Меня. Он приходит на это поклонение. Знаете, я читал много книг про поклонение. Мне так нравятся книги про поклонение. Поэтому такая глубина. Я даже в университете учусь духовном, и у нас была тема теология поклонения. Потрясающее знание, знаете, это круто, когда мы имеем, знаете, не только вот это духовное вдохновение, но и знание. Но, знаете, для меня это все разбилось об один вопрос. Что такое поклонение для Бога? То есть, когда во мне поднялся этот вопрос, я осознал, что, знаете, я много думал о том, что дает мне поклонение, как я изменяюсь, то есть, какая работа Бога. Но я очень мало думал о том, что такое поклонение для Бога, когда я Его славлю, или когда Его славят Его дети. Что происходит в Его сердце? Конечно, знаете, мы можем открыть Писание, посмотреть, что это то, для чего мы созданы, то есть, Богу это нравится. Он это заслуживает. И это действительно да, это да и аминь. Знаете, я хочу вам поделиться одним моим свидетельством, моим переживанием, которое я пережил. Я могу смело сказать, что, знаете, это изменило мою жизнь, это изменило мое отношение к поклонению. Я тогда еще жил в Бахмуте, служил по местной церкви. И мы поехали на интенсив по евангелизации к Стайгерам в город Киев. То есть, мы обучались, как евангелизировать людям. То есть, это как не только личная евангелизация, но и все церковные организации евангелизации. И это был трехдневный интенсив. И там был… Мне очень нравилось. У них была своя группа поклонений. Знаете, приехали люди с разных мест, то есть, которые горели по Богу, которые искали возможность служить Богу. И это был дом частный. И там было такое небольшое помещение. Там были разбросаны где-то подушки, где-то кресла для того, чтобы мы могли прославить Бога. И вот в этот момент, знаете, я хочу поделиться свидетельством, которое я пережил. Я просто хочу, чтобы вы поняли, о чем я буду говорить. То есть, это было как, знаете, видение в реальном времени. То есть, то, что я видел глазами, было бы как будто бы духовная часть, то, что я ощущал телом. То есть, я был все еще, знаете, как здесь, на месте присутствовал. И я зачитаю для того, чтобы, знаете, не упустить никаких деталей. То есть, было поклонение, и я почувствовал, что Бог хочет говорить ко мне. У меня бывает такое, что, знаете, я поклоняюсь, прославляю, либо что-то делаю, и я ощущаю, что Господь хочет говорить ко мне. И я присел под влиянием Святого Духа на кресло. Я закрыл свои глаза во время поклонения и почувствовал, что справа от меня, как будто бы кто-то сидит, но сидит не физически. Я повернул голову и увидел прямо рядом с собой образ Иисуса, сидящего на престоле. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Посмотри, мои дети славят меня». Он смотрел на меня с таким восхищением, любовью и радостью. Его глаза буквально сверкали от этой радости. Затем он снова сказал, «Смотри, мои дети славят меня». Я ответил, «Да, Господь, это так прекрасно». Но он снова сказал мне, «Посмотри, мои дети славят меня». Он встал и начал танцевать. Он был настолько рад. Он, знаете, был словно взрослый ребенок. В его действиях и словах было столько любви и восхищения. Я никогда не видел такого ни в коме с людей. Он не переставал улыбаться и наслаждаться тем, что происходило в зале в тот момент. Он танцевал, ходил между людей в зале. Потом он смотрит на меня и спрашивает, «Почему ты сидишь и не танцуешь?» «Как ты можешь усидеть?» Он улыбается и просто искренне рад всему. Затем он снова говорит мне, «Смотри, мои дети славят меня». Он знал, что я смотрю, но не могу увидеть то, что видит он. И он стал открывать мне. Он показал мне сердца каждого. Как будто все сердца в секунду зажглись и стали гореть явным огнем. Вот это важно. Вот что важно для меня. Мои дети славят меня. Они славят меня своими сердцами. Они оставили все свои заботы и проблемы. Они оставили всю свою боль. Они оставили все и славят меня. Вот что важно для меня. Сердца. Вот что истинно важно для меня. Мне не важно, откуда они пришли, с каким багажом. Меня славят их сердца. Это самое важное. Затем Иисус начал танцевать и ходить по рядам, обнимая людей. Он обнимал с такой любовью, с такой нежностью. Он обнимал, будто этот человек самый важный для него из всего. И так было с каждым человеком. Когда Он обнял одного из людей, я увидел, как вдруг с человека свалились на пол явные оковы и цепы. Затем Иисус снова сказал, смотри, мои дети славят Меня. Я сказал, да, это так прекрасно. Но Он снова сказал, нет, посмотри, мои дети славят Меня. Я снова осознал, что я не способен увидеть то, что видит Иисус. И Иисус снова открыл мне. Вдруг я увидел, как из сердец начинает изливаться вода, которая текла прямо к престолу, где сидел Иисус. Вода касалась престола и становилась сияющей, золотой, будто елей или что-то подобное. И затем вода текла назад в сердца. И Иисус снова сказал мне, смотри, мои дети славят Меня. Каждый раз, когда Он говорил мне эту фразу, Он каждый раз говорил это с таким восхищением, любовью, милостью, счастьем. Я не мог понять до конца это чувство. Я не испытывал ничего подобного. Я спросил Его, покажи мне, потому что я не вижу того, что видишь Ты. Иисус посмотрел на меня и тут же открыл мне. Вдруг все слова, вся сила слов поклонения Бога начала вдруг собираться и проходить сквозь мое сердце. Я не могу описать даже близко это чувство. Это настолько могущественное, невероятное, полное любви, радости, величия, мира, славы. Мне стало тяжело дышать, и я не смог до конца понять, что я чувствовал. Но это было что-то невероятное. Я будто почувствовал в этом радость Бога. И еще и еще больше улыбнулся, посмотрел на меня и сказал, посмотри, мои дети, они славят Меня. Их сердца славят Меня. Когда дети славят Меня, ангелы утихают. И я слушаю Моих детей. Я вдруг осознал, что Ему неважно, как мы поем, как мы танцуем, как это выглядит, попадаем мы в ноты или хлопаем не в попад. Сердце. Вот что истинно важно для Него. Наши сердца – это то, что обращает Его взор на нас. Затем Иисус взмахнул рукой, и внезапно комната начала заполняться светом и маленькими крупицами. Эти крупицы, они были повсюду и начали попадать в каждого стоящего в зале человека. Ишуа сказал, смотри, это Мой мир. Затем Он взмахнул и сказал, смотри, это Мое благословение. И снова весь зал засиял от света и маленьких крупиц. Затем Он сделал это снова, и это Мое исцеление. И каждый раз крупицы попадали в стоящих людей, прямо в их сердца. И Иисус был таким счастливым, восхищенным, радостным, исполненным любви к тем, кто славит. И Он чувствовал себя любимым в словах тех, кто Его славил. Он подошел к Своему престолу, сел, улыбнулся еще сильнее и сказал, смотри, Мои дети славят Меня. Знаете, мы все Его дети. Мы те, кого Он возлюбил настолько сильно, что Он добровольно пошел на крест. Мы те, за кого Он пролил свою кровь. Мы те, для кого Он открыл святое святых, чтобы иметь встречу с нами. Он открывает нам святое святых, чтобы каждый из нас имел встречу с Ним. Он жаждет этой встречи, Он ждет нас. Знаете, мне когда-то рассказали такую историю, она тоже коснулась моего сердца. Обычный человек, он живет свою жизнь, знаете, он просыпается, и рядом с ним стоит Иисус. Он говорит, Господь, я так плохо спал эту ночь, я пойду выпью чашечку кофе. Иисус говорит, хорошо, я буду здесь. Он идет, пьет чашечку кофе, говорит, Господь, я так проголодался. Господь говорит, хорошо, я здесь, я буду тебя ждать. И человек говорит, Господь, я сосмотрелся, я опаздываю на работу. Он говорит, хорошо, я буду тебя ждать. И человек работает, зарабатывается, общается, проходит день. Он возвращается домой вечером и говорит, Господь, я так устал. И Господь говорит, хорошо, ложись спать, я буду ждать тебя здесь завтра. Это та милость, которую являет Бог к нам грешным сосудом. Это та любовь, которую Он являет к тем, кто не заслужил ее. Знаете, и вся величина Его милости, она в том, что мы не заслужили, а Он дает это в дар, Он дает это бесплатно. Он не говорит, знаете, пойди, сделай то, принеси мне это, проведи ритуал, и тогда я, может быть, посещу тебя. Нет, Он говорит, тот, кто приходит ко мне с чистым сердцем, тот, кто ищет меня, тому Он открывается. Он ищет этих поклонников. Поклонение – это чтобы наше сердце билось с Ним в унисон, прилиплялось к Нему еще больше, чтобы мы познавали Его, познавали Его откровения, чтобы видеть Его улыбку, чтобы плакать от Его милости, чтобы наполняться Его любовью и силой, для того, чтобы мы могли идти дальше, чтобы мы могли жить нашу жизнь. Истинное поклонение – это раствориться в Нем, провести момент с тем, чья любовь больше океанов, тем, чья милость не имеет границ, и тем, кто называет меня по имени. Бог не хочет, чтобы мы упускали это в своей жизни. Он жаждет, Он ждет, когда мы войдем в Его присутствие и будем с Ним. Эти поклонения – это тот огонь, который зажигается внутри нас. Именно поклонение зажигает в нас ту страсть, с которой мы горим по Богу. Именно поклонение и молитва помогают поддержать этот огонь. Без этих вещей мы погаснем, без этих вещей мы не сможем гореть по Богу. И знаете, еще то, что мне сказал мой дедушка, обязательно упомяни об этом. Поклонник – это тот, кто подражает объекту своего поклонения. Мир извратил это понятие. То есть мы можем видеть, как сегодня люди делают своим объектом подражание других людей, одеваются так же, стригутся так же. Но истинный поклонник – это тот, кто следует за Ишуа. Это тот, кто славит Его своей жизнью. Знаете, в среду на молитве сестра очень классной вещью поделилась. Она говорит, знаете, как можно прославить Бога? Рецепт простой – бутылка холодной воды. Бутылка холодной воды в такую жару не для себя, любимых, а для того, чтобы увидеть того, кто в нужде и предложить Ему стакан холодной воды. Знаете, и в этом я увидел как раз-таки то, о чем я говорю. Поклонник – это тот, кто подражает объекту поклонения. То есть Иисус, Ишуа, Он никогда бы не прошел мимо нужды. Он никогда бы не прошел мимо жаждущего. Он бы напоил его. Давид это знал. Давид, он старался быть подобным Ишуа. Знаете, личное поклонение, оно невероятно важно. Это сто процентов. Но я не могу обойти стороной также общее поклонение. Общее поклонение нас, как и его общины, как и его невесты. В Писании написано, что среди словословия своего народа обитает Господь. Множество чудес является там, где народ славит своего Создателя. В Писании написано, там, где двое и трое, там и я посреди них. Единство – это то, чего Господь хочет для нас, как для своих детей. Хвалите Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Это призыв. Это то, что нужно делать. Это то, чего должны жаждать наши с вами сердца. Возлюбить Его больше всего. Смириться перед Ним. Сокрушиться перед Ним. Прославить Его за все Его дела. Мы можем находиться с вами в стесненных обстоятельствах. Но у нас есть пример Писания. Павел и Сила. Они были в темнице. Но сила хвалы и поклонения разрушила оковы. Сила хвалы и поклонения разрушила стены. Стены Ерехона также были разбиты. Единством. Сила Единства способна разрушить все стены и все оковы. Библия призывает нас славить. Если мы будем послушны, то мы увидим многие чудеса. И мы обязательно получим прорыв. Прорыв через все оковы, через все стены. Господь, Он достоин, чтобы мы славили Его. Знаете, в моей жизни больше всего чудес случалось тогда, когда народ славил Его в единстве. Это были церковные собрания. Это были конференции. Огромные чудеса происходили. Происходили исцеления. У людей вырастали ноги. То есть у человека была одна нога короче другой. И молитва во время хвалы и поклонения у него стали одинаковые ноги. У другого ноги были разного размера. Условно, 46-й, 42-й. Хвала, поклонение, молитва. И у него ноги одинакового размера. Когда мы славим в единстве, когда мы находимся в этом святом святы, высвобождается невероятная сила Бога. Знаете, однажды я также видел видение, поклонение. И во время поклонения ангелы были в зале. И они что-то делали в сердце тех, кто славил людей. У людей, прошу прощения. Тех людей, которые славили Бога. Это великое таинство. Возможно, мы никогда не познаем его здесь, на земле. Но согласитесь, это стоит того, чтобы делать это. Поклонник – это вызов. Это решение принять и сделать это образом своей жизни. Благодарность Богу за все, что Он сделал и дал мне. Любовь к Нему. Доверие во всех обстоятельствах моей жизни. Он достоин, чтобы быть прославленным. Он достоин, чтобы быть прославленным. Аминь. Знаете, я очень люблю молиться. Поэтому я хочу, как бы, я не занял слишком много времени, для того, чтобы иметь возможность послужить вам молитвой. Я хочу пригласить тех, знаете, кто жаждет этой встречи с Богом. Тех, кто, возможно, немножко заржавел внутри. Тех, кто давно не ощущал эту встречу. Тех, кто немножко отошел от образа жизни поклонника. Тех, кто хочет вновь ощутить вот эту силу. Силу Божьего прикосновения. Сказать Богу, что я люблю тебя, Папа. Я так благодарен тебе, знаете, за все, что Он дает нам. Поэтому, если у вас есть это желание, вы можете выходить вперед, чтобы мы могли помолиться за вас, чтобы мы могли вот в этой силе поклонения, знаете, выходите ближе, чтобы мы могли в этой силе поклонения отдать Богу, знаете, частичку благодарности того, что Он сделал в нашей жизни. Чтобы поздать Ему ту славу, которую Он достоин принять. Хвала — это благодарность за то, что я живой, знаете, тем более в наше время. Это сложное время. И сказать Богу спасибо за то, что я живой, за то, что у меня есть что кушать, что пить. Это уже хвала. Это уже образ поклонника. Не теряйте эту возможность. Даже если у вас есть пять минут в маршрутке, насладитесь его присутствием. Потому что Святое Святых, оно на каждом месте. Потому что Святое Святых, оно в наших сердцах. Потому что там, где Он, там лучше всего. Там, где Он, там милость. Там, где Он, там слезы, радость, любовь, чистота. Там я такой, какой я есть. Мое сердце обнажено перед Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok